Друзья, у нас шок-контент. Цезик, погнали. Вова, он их не спугнёт? Он их не спугнёт? Ой, они впливают. Боже, у нас уточки. Цезик, не пугай их. Ой, какая прелесть. Как я мечтала, чтобы они вот так к нам приплывали. Тише, тише, конечно, можно. Проходи. Боже, смотри, как они хотят кушать. Проходи. Вов, крыши, крыши им. Смотри, они сейчас. Короче, утки не улетели. Мы вот думку гадаем, почему. Одна из версий, наверное, будет потепление. Да, мы шумим, и они боятся. Наверное, у нас будет тёплая зима. Но другого объяснения нет, почему утки не улетели. Они всегда улетают у нас. Боже, как это мило, да, вот? Любчик, давай их будем прикармливать. Пусть они у нас живут. Вот та очень красивая, с шейкой, видите? Она единственная. А, нет, не было. Тебе такие рыжие, эти серые? Это именно вожди. А, это очень красивая, гляньте. Селенькие токачки, а вот это... Да? Вот это селезень, а маленькие токачки. Вот эти все. Мне холодно. Ты мне красивый мальчик. Тебя уточки не боятся, мальчик мой. Ты представляешь, как... Прикинь, они знают, что ты это... А вон лед встал. А вот это с утра у нас. Радость какая. Пустите меня вперёд, а то я сейчас свалюсь, я хочу по этому. А вы через меня кидайте. Я хочу снимать. Ой, какая прелесть. Ты за рехуткой. Может, они боятся. Кидайте, или уже нету. Ну, киене ещё им. Давайте отойдём, они будут. Они просто, наверное, нас боятся. Ой, скажите, классно, да? Вот так бы они приплывали к нам каждое утро, мы бы их кормили. Всё, Любчик, теперь вам каждое утро сюда кормить их. Ты думаешь? Вот сейчас мы уйдём, а не поплывут. Ну, рыбка съест. А пшеницу им некогда, да? Можешь их как-то показывать? Ну, когда... На бережок, что тут пшеницу насыпать можно. Смотри, если будут так часто приплывать, то потом можно будет и на бережок. Да, хотят, они не нас боятся просто. Мы уходим, люди. Добряк! Молодец, Любчик, ты что, я об этом мечтала, ты же помнишь, да? Мне ещё, когда-то к нам, это, два лебедя тут приплывали, мне так хотелось, чтобы они у нас остались. Птичка, слышишь? И Цезарь молодец такой, да? Даже не гавкнул на них. Молодец, Эзик. Солнце, я ж тебе хочу сказать что-то и людям. Я позавчерашнюю ночь до трёх часов не могла заснуть. Знаешь, что? У меня как попёрли идеи, мысли в голове. Я хочу вот здесь, вот там у нас камни выложены. Камни выложены, и я хочу туда купить нимфеи, лилии вот эти. Помнишь, мы видели, у людей растут. Заглубляются либо горшки, но я хочу и так, и так попробовать. Часть в горшках заглубить, а часть просто посадить и пришпиливать шпилькой вот так. И они никуда не деваются. Им высоту нужно 40-50 сантиметров. Глубже не надо. И у нас вот здесь будут расти кувшинки. И ещё, тоже пока у меня прут мысли, надо искать человека, который удалит нам весь очеред. Не химические. Вот надо узнавать. Вот знаешь, пишут, удалю очеред навсегда, ваш камыш. Я не хочу химический, я хочу вот, чтобы или каким-то агрегатом перерыли вот эти корни. Я не хочу тут камыш, он не нужен. Мы посадим... Есть ещё вариант другой. Какой? Помнишь, я тут плитами выложил? Ну, а, и он не растет. Вов, как-нибудь от этого надо избавиться нам. Надо придумать, чем его накрыть сверху, и он попадёт. Ну, оно же должно ещё красиво быть, Вов, накрыть. Не линолеум, как мы в прошлом году кинули. Ну, конечно, красиво должно быть. Это, в идеале, должны быть бетонные плиты. Под водой. Ну, они строятся под водой, да. Ну, короче, надо над этим думать, потому что вот это всё, ну, честно, он не нужен. Он и красоту закрывает, да? И, ну, короче, у меня есть планы по поводу... По поводу того, вот, чтобы убрать камыш, и что дальше? Ну, он такой красивый у нас. На уточку даже не гавкнул, молодец. А они должны нас не бояться вообще-то. Мы же их не хозяева в будущем. Но они должны нас слышать по голосу, особенно меня. Я же так много балак. Ну, не уплывайте, мы же вас кормим. Два, четыре, шесть, семь качечек. Слушай, там два... Вова, там два селезня. Да, два селезня. Два селезня и пять качечек. У нас уже лёд, смотрите, схватился. Ой, слушайте, я такая рада, и я вам не передам. Мне так хотелось. Они долгое время вот там кружляли, паслись, и, походу, они живут на той стороне, в камышах. И мы с Вовой так завтракаем. Говорю, а чего они не улетают? Ну, они же должны улететь, утки. Говорит, не знаю. А потом тоже в разговоре, наверное, будет тёплая зима. Типа они чувствуют. Ну, это так, не стопроцентное, это такое предположение. Ну, иначе чё, они их, что, перемкнуло, всеми раз сразу. Часть уток улетела, а часть, видите, остались тут у нас. Но мы им не дадим замёрзнуть, пропасть, мы их будем подкармливать. Главное, что они вот первый шаг сделали, потому что они не подплывали. Во-первых, собака бегает во дворе, кот ходит, мы ходим, ну, как бы, тут движение. На той стороне там камыш, спокойно там никто не живёт. И они там тусуются. Ой, у нас так холодно, так холодно. Минус 11, представляете? У нас сегодня Рождество. Кстати, всех с Рождеством поздравляем. Вот. О, плывут опять. Да, они чуть-чуть пугаются, конечно же, людей. Любчик, плывут опять к нам. Они должны запомнить, что мы тут есть. Да, мы тут есть. Чтобы не замёрзнуть, им надо постоянно плавать. Ну да. А что будем делать, если лёд встанет? Ну, хотим сказать. Если встанет лёд, пойдём ловить. Как ловить? И в курятник, да, хоть зимуют? Мне не верится, что станет прям вся речка. У нас обещают тёплую зиму, поэтому может оно так по берегам и замёрзнет. Любчик, у нас столько тут работы на лес, но это просто. Вот видите, он не нужен, этот очередь здесь. Он всю красоту. У меня вообще изначально было в планах, но это такой дорогостоящий вариант, вот это всё заложить бутом, камнем. Но я отдаю отчёт, что это не в ближайшие годы будет, поэтому у меня другой план. Я хочу... Ну, тут мы отсыпаем потихоньку. Я хочу здесь посадить можжевельники почвопокровные, которые стелятся. Мы отдыхали, помнишь, Вов, в этом яхт-клуб Сич? И у них по склонам можжевельники стелющиеся. И если сюда посадить хотя бы, я не знаю, штук шесть, они растелятся и закроют, и будет вечно зелёная красота. Такие планы у меня. Я это не делаю. Рандиозно. А? Это не мусорно. А где он берёт его, этот мусор? Здесь там взял. Где ты стаскаешь уже мусор? Мусорка. Вова, ещё газон. Вы мне обещали, что вы его переделаете? Ты говорил. Собачек сюда водим. Смотрите. Выгуливаем. Тут писикаки. Мусор разводим. Смотрите. Порыли. Вот это всё собачки. Вырыли. Испортили. А, и бассейн тут стоял у нас. И вот, когда бассейн поставили, Люксик сказал, мы потом всё пересадим. Вот на этот год у нас, на этот год у нас ранней весной. Зови Сашеньку, сошкребайте. Я вам буду в помощь. И будем сажать новый молодой газон. Потому что то не дело. Ой, плавают. И Цизика не боятся. Да пусть они привыкают к нему. Ой, какая прелесть. Я не могу. Вот что для счастья надо, да? В шепуточки приплыли. Мы вас будем кормить. Ой, ладно, друзья. Коротенькое видео. Такое позже включимся.